МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не несу ответственность за вас. Приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию, как глава государства. Вы потеряли членов семьи и родственников. Нет причин оправдывать это, сказал Касымжомар Тукаев. Всем пострадавшим семьям будут назначены персональные пособия. Я вам это обещаю. При президенте будет создан специальный фонд. Я лично буду оказывать помощь пострадавшим, сказал президент. Он сообщил, что будет составлен список всех потребностей, все проблемы будут решены, все кредиты будут закрыты. Выжившие после авиакатастрофы дети нашлись через 40 дней в джунглях Амазонки. Проявив поразительную стойкость, дети пережили сильные штормы в одной из самых негостеприимных частей южноамериканской страны, где обитают хищные животные и вооруженные группировки, пишет Гардиан. Они показали нам пример тотального выживания, который войдет в историю. То, что они живы, это радость для всей страны, сказал президент Колумбии Густаво Петро. Четверо братьев и сестер в возрасте 13, 9 и 4 лет, плюс 11-месячный ребенок родом из коренной индейской общины Уитотта. Несмотря на недоедание, никто из детей не был в тяжелом состоянии, даже самый младший ребенок. Считается, что ребята выжили, питаясь наборами для выживания, которые поисковая группа сбросила в джунгли с воздуха. Но знания, которые они получили от своей бабушки, возможно, также были жизненно важными, сказал индейский вождь. Дети находились на борту самолета, летевшего из города Сан-Хосе-де-Гуавьяри в Араракуару, провинция Амазонас, когда его пилот объявил аварийную тревогу из-за отказа двигателя. Две недели спустя самолет нашли в джунглях провинции Кокетов, 175 километров к югу от Сан-Хосе-де-Гуавьяри. На месте происшествия были обнаружены тела трех взрослых, в том числе 33-летней матери детей. Но никаких следов детей обнаружено не было. Поисковая группа провела несколько прочесываний с воздуха, прикрепив к вертолету громкоговоритель дальнего действия, по которому они воспроизвели сообщение от бабушки детей, в котором говорилось, что поиски продолжаются, и чтобы они оставались там, где находятся. Однако дети были в движении, их нашли с ногами обмотанными полосками ткани, что усложняло поиски. Тем не менее, их нашли с помощью собак-спасателей. Двоим американским юристам грозит наказание за использование популярного чат-бота с искусственным интеллектом чат GPT при подготовке иска, сообщает Associated Press. Искусственный интеллект подсказал им юридические прецеденты, которых на самом деле не было. Адвокаты Стивен Шварц и Питер Ладука представляли интересы пассажира, получившего травмы во время авиаперелета. Они должны были составить иск авиакомпании, сославшись в нем на аналогичные судебные процессы, которые могли бы послужить прецедентами. Шварц решил прибегнуть к помощи чата GPT, чтобы разыскать информацию о таких делах. Но процессы, о которых ему рассказал чат-бот, на самом деле оказались полностью вымышленными. Это выяснилось уже на заседании, когда адвокатам пришлось объясняться судьей. «Я действовал из ложной предпосылки, что этот веб-сайт получил информацию об этих делах из источников, которым у меня не было доступа. Я не подозревал, что чат GPT может сам фабриковать примеры судебных дел», — сказал Стивен Шварц на судебном заседании. Второй юрист Питер Ладука признал, что полностью доверял своему коллеге и не стал дополнительно проверять информацию, которую тот предоставил. Такую ответственность понесут юристы, и доверившиеся чату GPT в ближайшее время определит суд. Исследователи из Принстонского и Стэнфордского университетов разработали систему персонализированной помощи для управления домашними делами, пишет сайт университета. Она использует языковые модели, чтобы на основе нескольких примеров познакомить устройство с пожеланиями и предпочтениями конкретного пользователя. Например, пользователь может задать такое условие — одежда красного цвета кладется в ящик, а белая — в шкаф. На основе текстовых данных модель сформирует обобщенные предпочтения, которые будут управлять роботом. Анализ показал быструю адаптацию и точность. При понимании команд, обученной на основе простых правил, робот правильно убирал около 85% предметов в реальных тестовых сценариях. Подход, предложенный исследователями, использует возможности обобщения больших языковых моделей нейронных сетей со множеством параметров, таких как чат GPT. Исследователи продолжат работу над моделью для еще большего повышения точности управления. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...